МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 сентября 1947 года. Москве исполняется 800 лет. Главное праздничное мероприятие – закладка восьми столичных высоток, в том числе зданий на Воробьевых, тогда еще Ленинских горах. По легенде, к юбилею столицы Сталин пожелал, чтобы в Москве появились высотные здания не хуже, чем в Америке. При этом так называемые столичные высотки не должны были походить на американские небоскребы. Они должны были выделяться своей оригинальной архитектурой. На Ленинских горах поначалу планировалось возвести 32-этажное жилое здание с гостиницей. Но спустя полгода, в марте 1948-го, правительство приняло решение в кратчайшие сроки построить здесь новый корпус Московского государственного университета. Для храма науки задействуют все передовые технологии того времени. Суперздание строится и на земле, и под землей. Оно должно выдержать удар атомной бомбы, служить не только университетам, но и бомбоубежищам и генеральным штабам. История главного здания МГУ покрыта завесой тайны, которую мы и попробуем сегодня разгадать. Воробьевы горы – это самая высокая точка Москвы. Столь удачная строительная и смотровая площадка не раз попадала в поле зрения архитекторов. И так в 1817 году здесь началось строительство храма Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Но спустя 10 лет строительство экстренно остановили. Московские власти отказались от столь амбициозного проекта, которого был одобрен самим императором Александром I, и на это были веские причины. Правда ли, что главное здание МГУ может в любой момент уйти под воду? Существуют ли знаменитые подземелья? И чью статую наверху заменили шпилем? Эта программа не факт. И я, Андрей Бурковский. Почему в начале 19 века строительство храма на Воробьевых горах пришлось экстренно прекратить? При проведении земляных работ выяснилось, что слоны гор осыпаются и сползают. Правда ли, что грунты под главным зданием университета заморожены жидким азотом? Если они остановятся, то грунт поплывет, и главное здание, как на санках, съедет в Москву реку. И есть ли под МГУ вход в секретное метро? Говорят, что один из подземных этажей главного здания МГУ соединяется с таинственным метро-2. Строительство столь грандиозного здания на таком крутом берегу Москвы реки, где возможны оползни и размывание грунта, было достаточно опасной авантюрой. И первыми в этом и убедились строители храма Христа Спасителя еще в 1827 году. При проведении земляных работ выяснилось, что слоны гор осыпаются и сползают. Поэтому рисковать дальше не стали и решили перенести храм Христа Спасителя на Пречистинку. А здесь еще долгое время возвышался одинокий крест. Спустя 120 лет строить на Воробьевых горах решились снова. Технический проект, генеральную смету на строительство, а также высоту шпиля и количество этажей утверждал лично Иосиф Сталин. Есть версия, что при застройке столицы, верящей в мистику вождь, пользовался астрологической картой знаменитого московского чернокнижника Якова Брюса. А тот назвал Воробьевы горы самым подходящим местом для получения знаний. Одна из главных МГУшных легенд гласит, грунт под главным зданием заморожен жидким азотом. И отрицательная температура этого грунта поддерживается многочисленными холодильными установками. Если они остановятся, то грунт поплывет, и главное здание, как на санках, съедет в Москву реку и затопит половину города. Споры вокруг строительства высотки на Воробьевых горах в конце 40-х стояли нешуточные. Автор общего архитектурного замысла Борис Иоафан хотел расположить высотку прямо над обрывом Ленинских гор. Но специалисты по фундаменту убедили Сталина. Такое расположение чревато катастрофой. Вождь с необходимостью переноса согласился, а вот Иоафана такой вариант совершенно не устроил. И его от работ отстранили. Новый архитектор Лев Руднев перенес здание МГУ на 800 метров вглубь. А на том месте, который предлагал Иоафан, построили смотровую площадку. Но даже на таком расстоянии существовал риск проседания грунта. Избежать этого удалось объемом котлована, который сравнялся с объемом самого здания. То есть, представляете, при строительстве МГУ вырыли огромный котлован, который был как само здание. Плюс использовалась технология так называемого плавающего фундамента с бетонными понтонами. За возведением нового университетского дома по приказу Сталина следил лично Лаврентий Берия. Он в экстренном порядке перебросил сюда военно-строительные части с объектов атомной промышленности. За высотность специалистам выплачивалась 15-процентная надбавка к заработной плате. Также на главной образовательной стройке века трудилось несколько тысяч заключенных. Специально под университет в конце 1948 года в МВД подготовили приказ об условно-досрочном освобождении из лагерей людей со строительными специальностями. Им предстояло провести остаток своего срока на сооружение МГУ. Три отдельных здания факультетов физического, химического и биологического возводилась организацией лагерного типа МВД СССР, по-другому – стройлаг. Численность заключенных здесь достигала примерно 14 тысяч человек. И каждый из них сидел по бытовым статьям. Политических заключенных сюда, в Москву, везти побоялись. Зону со сторожевыми вышками и колючей проволокой построили в нескольких километрах от объекта, рядом с деревней Раменки, в районе нынешнего Мичуринского проспекта. Когда возведение высотного здания подходило к концу, было решено максимально приблизить места проживания и работы заключенных. Новый лагерный пункт оборудовали прямо на 24-м и 25-м этажах строящейся башни. Такое решение позволило сэкономить на охране. Нет необходимости ни в сторожевых вышках, ни в колючей проволоке. С верхних этажей высотки деваться некуда, а внизу – вооруженный конвой. Но охранники недооценили своих подопечных. Один из них летом 1952 года при помощи обычной фанеры и проволоки сделал что-то похожее на дельтаплан и попытался улететь с Воробьевых. А дальше есть три версии происходящего. Первое. Он спокойно на своем дельтаплане перелетел на другую сторону реки и исчез в неизвестном направлении. Второе. Нашего Икара еще при полете расстреляли охранники. И наконец третья версия. Наш изобретатель спокойно сел, и его здесь арестовали чекисты. Когда Сталин узнал об этом, он потребовал, чтобы нашего отважного изобретателя отпустили на свободу. С уникальной высотной лагерной зоной связана еще одна необычная история. Проверяя территорию ближней дачи Сталина в Кунцеве, на дорожке, по которой частенько прогуливался вождь народов, охрана обнаружила винтовочную пулю. Результаты баллистической экспертизы показали, что она прилетела со стройки университета, которая находилась в четырех километрах. В ходе дальнейшего расследования выяснили, кто-то из конвоиров, сдавая пост, нажал на курок винтовки, в стволе которой оказался боевой патрон. Прогремел выстрел. Совершенно случайно оружие было направлено в сторону правительственного объекта, и пуля дотянула до сталинской дачи. Чья скульптура должна была увенчать самую умную высотку? Готовую статую привезли сюда и спрятали в подвалах МГУ до установки. Как университет имени Ломоносова чуть было не стал университетом имени Сталина? Московский государственный университет имени Иосифа Виссарионовича Сталина. И что скрыто в подземельях МГУ? На самом деле, все это великолепие нужно только для того, чтобы скрыть бетонные плиты, то есть потолок подземного города. В первоначальном эскизном варианте высотку предполагалось венчать скульптурой внушительных размеров. Персонаж на листах Ватмана был изображен абстрактной. Фигура человека с задранной к небу головой и широко раскинутыми в стороны руками. Такая поза символизировала тягу к знаниям. Скульпторы, показывая чертежи Сталину, намекнули, что статуя может получить с ним портретное сходство. А дальше начинается легенда. Было принято решение отлить золотую статую Сталина. Вождь должен был смотреть туда же, куда и памятник Ломоносову. Итак, в начале 1953 года готовую статую привезли сюда и спрятали в подвалах МГУ до установки. Но в марте, за полгода до торжественного открытия, Сталин умер. И на специальном совещании было принято решение не устанавливать статую. То есть эта золотая статуя Сталина до сих пор находится в подвалах МГУ. Не факт. На самом деле, такая статуя существовала только на чертежах. А еще при жизни Сталина было решено увенчать высотку шпилем. Изначально на крыше МГУ должен был стоять 40-метровый Ломоносов. Но от этой идеи Сталин и архитекторы быстро отказались. Появление статуи придало бы зданию вид гигантского пьедестала для маленькой скульптурки. Поэтому основатели МГУ быстро уменьшили в размерах и поставили к фонтанам. Сегодняшние студенты по традиции отмечают здесь окончание сессии. Мы сейчас находимся практически под самым шпилем. То есть над нами еще одно помещение и начинается шпиль. Снаружи может показаться, что шпиль и звезда с колосьями покрыты золотом. На самом деле это не так. Потому что ветер и осадки привели бы по золоту в негодность. На самом деле главные символы МГУ сделаны из вот такого вот желтого стекла. Как это было? Каркас 12-тонного шпиля был собран прямо внутри здания. А потом поднят на мощных лебедках на 200-метровую высоту. И там уже облицован вот такими вот желтыми пластинами. В хорошую погоду золотой шпиль, увенчанный звездой и колосьями, виден за многие десятки километров. Эмблема, кажущаяся с земли ажурной, весьма крупное сооружение. Диаметр звезды 7,5 метров. А сам 50-метровый шпиль по высоте равен 9-этажному дому. Такие размеры для своего времени являлись рекордными. Например, здание Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершает шпиль высотой всего 33 метра, шпиль на здании Адмиралтейства и того меньше – всего 29 метров. Если золотая статуя Сталина – это всего лишь легенда, то планы по переименованию МГУ имени Ломоносова в МГУ имени Сталина действительно были. К зиме 1953 года были подготовлены буквы нового названия университета, которые хотели установить прямо над главным входом Московский государственный университет имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Но вождь умер, и этот проект не состоялся. Но и в этой версии есть к чему придраться. На самом деле развенчание культа Сталина началось только через три года после его смерти. Так что если бы хотели, то обязательно изменили бы название. В сентябре 1953-го новой аудитории университета заполнили первые студенты. Почти полвека главное здание ходило в рекордсменах. До 2000-х годов высотка на Воробьевых была самым высоким административно-жилым зданием Москвы. А до постройки в 1990 году Месситурма во Франкфурте еще и самым высоким в Европе. Продолжая рекорды, здесь установили самые большие в стране часы. Они даже больше кремлевских курантов. Чтобы вы понимали масштаб, за пять минут стрелка проходит расстояние примерно в два с половиной метра. До 1957 года эти часы запускали при помощи механизма с маятником, который был примерно шесть этажей. А после 1957 года их подключили к электродвигателю. В 1983 году произошел курьез. Пенсионеры близлежащих домов написали гневное письмо в газету «Правда». Там было написано, что все часы МГУ показывают разное время. Все дело в том, что башни украшают еще и самые большие в мире термометр и барометр. Размеры дизайн циферблатов-приборов такие же, как у часов, поэтому их просто перепутали. Единственное, что никогда не работает в университете, это четыре фонтана возле памятника Ломоносову. И вот что удивительно, все они исправно служили до начала 90-х, а потом неожиданно сломались. Вот тут-то и прячется еще один секрет. Эти фонтаны на самом деле не совсем фонтаны. Это часть вентиляционной системы подземного города, которая находится прямо под нашими ногами. Слышите, как гудит? На самом деле, все это великолепие нужно только для того, чтобы скрыть бетонные плиты, то есть потолок подземного города. От каждого фонтана идет вентиляционная шахта, которая подогревает и очищает воздух подземного города. Не знаю, существует ли подземный город, но вентиляция до сих пор работает. Под главным зданием МГУ расположены огромные подвалы. Есть версия, что подземных этажей в университете даже больше, чем надземных. И что здание университета – своеобразный айсберг, скрывающий под землей, все самое интересное. Но доподлинно известно только о трех подвальных этажах. На первом долгие годы находились бомбоубежище и неприкосновенный продуктовый запас. Согласно расчетам архитекторов, подземные этажи вполне могут выдержать ядерный удар, подобный нанесенному по японской Хиросиме. Если вспомнить, в какое время строилось здание университета, то ничего удивительного в наличии таких сооружений нет. Еще каких-то 10-15 лет назад здесь в подвалах МГУ находились трехэтажные нары. При атомном ударе здесь могли укрыться примерно 20 тысяч человек. Вы представляете? 20 тысяч человек. Это население какого-нибудь маленького европейского города. А для эвакуации с территории МГУ был построен 50-метровый туннель, по которому идти было очень сложно. Нужно было нагибаться или идти на корточках. Но в конце туннеля была просторная комната с артезианской скважиной. В общем, в случае войны студенты МГУ без воды не остались бы. До середины 80-х входы в университетские подземелья были открыты, и студенты тех лет еще помнят укомплектованные бомбоубежища. Во втором подвале находился штаб гражданской обороны. После расформирования штаба подземные помещения пришлось чистить с дозиметрами из-за радиационной угрозы. А на третьем подземном этаже находятся те самые холодильные установки, из-за которых и появилась легенда о замороженном грунте. Конечно, какая-то правда в этой легенде есть. И в подвалах действительно стоят холодильные установки. Однажды аспиранты МГУ наморозили себе сугроб, который простоял все лето на поверхности. Но, естественно, никакого жидкого азота в грунте нет. А секрет устойчивости высотки в ее фундаменте. Кроме уникального фундамента для строительства главного здания МГУ, конструкторы разработали инновационный для своего времени стальной каркас, усиленный бетоном. Это сейчас, когда Москва застроена небоскребами. Таким решением никого не удивишь. А в начале 50-х высотная железобетонная конструкция с жесткой арматурой была чудом инженерной мысли. Есть ли под главным зданием вход в секретное метро? Это метро соединяет важные объекты столицы с Подмосковьем. Зачем университету секретные этажи? По Москве постоянно ходит много слухов о секретных уровнях на самом верху здания. Давайте разбираться. И как увидеть звезды абсолютно бесплатно? Туда можно попасть только раз в год. Во время фестиваля науки. Говорят, что один из подземных этажей главного здания МГУ соединяется с таинственным метро-2, которое было создано специально для правительственных целей. Это метро соединяет важные объекты столицы с Подмосковьем. Но если есть подземный город, то почему бы не быть секретным у метро? Хотя это, конечно, не факт. Метро-2 или система Д-6 соединяла Кремль с остальными участками Москвы. Всего под городом может быть расположено три секретных линии, построенных, предположительно, с 1967 по 1987 годы. Предположительно, на первой линии метро-2, длина которой всего 27 километров, расположены девять станций. Первая из них находится в Кремле, вторая в районе библиотеки имени Ленина, третья возле жилого дома с башенкой на Смоленской площади, четвертая у резиденции первого и последнего президента СССР на Ленинских горах, пятая у подземного города под Раменками, шестая у Академии ФСБ, седьмая у Академии Генштаба, восьмая в Солнцево, а последняя в правительственном аэропорте Внуково-2. Администрация университета утверждает, что под главным корпусом нет никакого секретного метро. Но мне известно, что в подвалах МГУ есть вентиляционные шахты, по которым можно добраться даже до Красной Пресни. В этих подземельях регулярно ловят группы диггеров. Стройку высотки на Воробьевых снабжали всем необходимым 500 предприятий. Для нового университетского дома привезли 150 тысяч предметов мебели, 75 тысяч люстр и светильников и сконструировали 11 тысяч лестниц, внутренних и наружных. Весьма вероятно, что главное здание университета до сих пор является рекордсменом и по количеству колонн. Подсчитать их число практически невозможно. Часть колонн установлена исключительно ради украшения и не несет никакой конструктивной нагрузки. Кроме того, самая умная высотка Москвы с момента своего открытия поражала воображение гостей количеством лифтов. Их 111, и все они имеют особую конструкцию и высокую скорость. По официальным данным в главном корпусе МГУ 33 этажа. Но по Москве постоянно ходит много слухов о секретных уровнях на самом верху здания. Давайте разбираться. Мы сейчас с вами находимся на 31 этаже. А наша камера, вот она. Это 32 этаж, это последний этаж, к которым могут попасть обычные люди с улицы. Выше 33 этаж, он технический. И чтобы туда попасть, нужно специальное разрешение. Потом идет шпиль. Там тоже есть лестницы, но они замурованы. Даже нас туда не пустили. Что там, остается большой загадкой. Что находится внутри шпиля, никто не знает. Но некоторые историки считают, что в 50-е там были помещения, которые принадлежали КГБ и использовались для наружного наблюдения. И что вроде бы оттуда хорошо просматривалась дача Сталина. До середины 80-х доступ на балкон под шпилем был открыт для всех желающих. Но потом смотровую площадку закрыли для посещений. Вся она поросла антеннами, пробраться через которые могут только акробаты. Так что постоять под звездой теперь не получится. А вот посмотреть на звезды из университетской обсерватории можно. Это обсерватория Государственно-астрономического института имени Штенберга при Московском государственном университете. Этот телескоп самый большой по диаметру в Москве. Сюда можно попасть только раз в год, во время фестиваля науки. Либо стать студентом-астрономом. Впрочем, на территории МГУ и своих звезд хватает. 11 нобелевских лауреатов, выпускники знаменитой Альма-Матер. И это при том, что на всю страну их всего 17. Вот и получается, что главная тайна МГУ заключается вовсе не в подземных бункерах или замороженном грунте, а в секрете обучения, который делает университет самой успешной столичной высоткой. Вот что мне удалось выяснить. Грунт под главным корпусом МГУ никто никогда не замораживал. Это факт. Подземные этажи с бомбоубежищами и тоннелями действительно существуют. Это тоже факт. А вместо шпиля мог быть как Ломоносов, так и Сталин. Не зря Московский государственный университет называется легендарным. Это программа «Не факты». Я Андрей Бурковский. Продолжение следует.